Йоу друзья, всем привет! Как вы знаете, крайние сроки для возможных обменов в НБА приближаются всегда быстрее, чем многие это осознают. До дедлайна этого сезона осталось чуть более двух месяцев, и конкурирующие команды лиги потихоньку присматриваются к потенциальным игрокам, которых они могли бы заполучить при помощи трейдов. Конечно, чтобы заполучить качественный актив, придется предложить что-то, что устроит команду партнера в этом вопросе. Golden State Warriors в этой истории не исключение. Они всегда стараются искать способы для улучшения ситуации в команде, и прямо сейчас организация находится в наиболее выгодном положении в лиге, имея качественных молодых игроков как ценный актив. С вами, как всегда, канал Оранжевый Мяч, и по названию ролика вы уже, конечно, поняли, что сегодня мы поговорим о трех игроках, которые могут покинуть Golden State Warriors до дедлайна НБА. По традиции, прошу вас поставить большой палец вверх под этим видео, и не забыть подписаться на наш канал. Давайте попробуем, ребят, собрать 200 лайков, вам не сложно, а мне это очень и очень важно. Ну что, наливайте себе чаек, берите что-нибудь вкусненькое, да и погнали. В настоящий момент Golden State является, наверное, лучшей командой лиги. Они добиваются прекрасных результатов, демонстрируя огромный прогресс как в защите, так и в атаке. И все это на минуточку без Клея Томпсона, а также игрока второгодки Джеймса Уайзмана. В таком случае для многих может показаться странным решением, чтобы воины могли кого-то обменять, при том, что у команды все и так, в принципе, отлично. Однако перед дедлайном Warriors определенно попытаются усилить свой состав. Их большое трио в лице Кари, Томпсона и Грина уже не молодые ребята. Стефу 33, Грину и Томпсону каждому по 31. Руководство Warriors наверняка считает, что это может стать последним реальным забегом на завоевание титула Национальной Баскетбольной Ассоциации. И приложит все усилия, чтобы сделать команду еще сильнее. По крайней мере, постарается это сделать. Итак, первым игроком, которого могут обменять воины, может стать Джеймс Уайзман. Воины на старте сезона были вынуждены играть без четко акцентированного большого. И делали это, кстати, неожиданно хорошо. Однако, прямо сейчас они могут попробовать усилить эту позицию. Индиана Пейсер сдала понять всем командам лиги, что готовы пойти на обмен Майлза Тернера. Он мог бы стать идеальным дополнением к воинам. Уайзман же, безусловно, талантливый парниша, которого Индиана также могла бы принять себе с распростертыми объятиями. Безусловно, воинам придется добавить еще что-то интересное. Скорее всего, Индиана сможет предложить свои варианты. А устроит ли это ГСВ, большой вопрос. Но Уайзман определенно может стать частью сделки. Не этой, так какой-либо другой. Я в этом не сомневаюсь. Еще одним игроком для обмена может стать Мозес Муди. Очередной молодой парниша, который потенциально может стать будущим команды воинов. Однако, прямо сейчас реальность такова, что игровых минут для развития Муди приживых карри, пули, томсоне и Дэмиана Ли вряд ли получит. Команда Кера слишком хорошо укомплектована на позиции гардов. Для них важнее некоторые другие проблемы на данный момент. Муди же играет в среднем по 5-6 минут. И это очень мало. Мне кажется, что перспективным обменом могла бы стать сделка, например, Муди плюс еще что-то или кто-то на Роберта Ковингтона из Портленда. Он бы прекрасно усилил Голден Стейт в защите. И мог бы образовать некий тандем с Дреймондом Грином, к примеру. Во всяком случае, звучит это интересно, а сам Портленд вроде как уже открыт к предложениям, не только на Ковингтона, кстати. Ну и последним парнем в этом списке для меня является Джонатан Куминго. Конечно, Warriors потенциально очень сильно нуждаются в Джонатане. Куминго одарен габаритами, является прекрасным защитником и далеко не безнадежен в развитии своего броска. Из этих трех игроков он наверняка самый ценный актив. И очень большое число команд лиги хотели бы заполучить его. Тут определенных вариантов я не накидал, но мне кажется, есть шансы на получение игроков примерно того же уровня, что мы и описывали выше. Так еще и без дополнительных обговоренностей и плюшек. Размен один в один мог бы пройти как по маслу. Проблемой тут является только зарплата игроков и их уравнивание. Но это вопрос поправимый, я думаю. Хотя лично мне не очень бы хотелось, чтобы Куминго покидал Golden State Warriors. Но тут, естественно, от моего мнения и от вашего, как вы все прекрасно понимаете, ничего не зависит. К сожалению или к счастью. На этом, наверное, все. Именно про этих парней я и хотел поведать вам сегодня. Обменяют ли их, это большой вопрос. Скорее всего, одного или двух точно, но это мое мнение. Слишком силен аромат возможного чемпионства, чтобы не воспользоваться таким шансом. А вы как считаете? Оставляйте свое мнение в комментариях под этим роликом. Мне всегда интересно его почитать. А я прощаюсь с вами. Услышимся в новых роликах на нашем канале. Любите баскетбол, не болейте. Всего вам доброго и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok